Ребенок этого возраста выглядит как террорист, поэтому своих желаний у ребенка очень-очень мало. А время пришло становиться личностью. Люди, которые остались эмоционально на анальной стадии развития, у них первое слово всегда нет. Вообще самая главная задача мамы какая? Всегда стоять на стороне ребенка своего. И лучше, чтобы вы начинали этот процесс, когда ребенок маленький. Это четвертая лекция «Откуда берутся взрослые», которую психоаналитик Алена Орехова выпускает вместе с Битрикс24. Сегодня Алена расскажет о периоде от полутора до трех лет, когда у детей формируется личность. Почему в этом возрасте ребенку так важно везде оставлять следы? Как маме стоит реагировать на агрессию ребенка? И как бережно ставить запреты и ограничения? Обо всем этом в четвертой лекции «Откуда берутся взрослые». У Зигмунда Фрейда все очень физиологично. У него все периоды называются по той зоне, с помощью которой в данном возрасте снимается тревога и получается удовольствие. И если на первых полутора годах жизни это рот, да, и мы говорили о том, что именно с помощью рта снимается дискомфорт и получается удовольствие, и говорили с вами о том, как выглядят взрослые люди, у которых осталась вот эта вот фиксация на оральной зоне. В анальном периоде – это зона ануса, да, потому что именно с помощью этой зоны в этом возрасте удовлетворяется следующая базовая потребность. А по Зигмунду Фрейду у нас у всех всего три базовые потребности, которые должны быть удовлетворены, да, то есть родителями или иным другим ухаживающим объектам для того, чтобы не произошла вот эта вот точка фиксации. На оральном периоде – это потребность в зависимости, и на втором периоде анальном – это потребность во власти и контроле, за счет чего у ребенка появляется возможность начать удовлетворять эту вторую базовую потребность. Если в оральном периоде аффективный блок, да, мы с вами говорили, как он формируется, аффективный блок, какие у него есть части, но аффективный блок структурирует мама. Ребенок сам ничего не может сделать, да, то есть вот эти вот все фазы – ожидание, получение, да, переживание удовольствия – зависит от мамы. Когда она даст, да, насколько она поймет, что ребенок в дискомфорте удовлетворит этот дискомфорт, и как потом даст возможность пережить удовольствие от получения. Ребенок сам никак не может влиять на то, как будет структурироваться этот аффективный блок. И здесь в его жизни происходит физиологически очень важное изменение. Полутора годам у ребенка созревают сфинктры. Сфинктры – это такие плотные мышечные кольца, которым заканчивается прямая кишка, да, и уретра. И если многие мамы говорят о том, что у них очень умные дети, и они с трех месяцев уже приучаются к горшку, то это, во-первых, фантазия мамы, во-вторых, ну, просто надо отдать должное маминой внимательности. Она, зная хорошо своего ребенка, понимает, что вот сейчас он поел, через сколько времени у него будет мочеиспускание, идентификация, и мама держит ребенка там над раковиной, там, к шести месяцам она его пробует высаживать на горшок. Ребенок совершенно спокойно, да, когда мама угадывает это по времени, делает все, что ему надо, но самопроизвольно удерживать ребенок не может. То есть физиологически в него что втекло, то прошло по всему пищеварительному тракту и вышло. И нет еще способности, да, то есть вот этой вот мышечной удержать. И вот в этом возрасте впервые появляется способность удерживать. А значит, впервые появляется способность за что-то отвечать только самому. И вот представляете, если у вас вообще никогда в вашей жизни не было возможности делать то, что вы хотите, когда вы хотите, куда вы хотите, и вдруг эта возможность появляется. Вот это вот какое ощущение, да, вот собственной значимости. И, конечно же, ребенок будет держаться и биться смертным боем за вот эту вот впервые появившуюся у него способность за что-то отвечать самому. И ребенок этого возраста выглядит как террорист. И в доме начинается война. И если за предыдущий период у мамы с ребенком сложились доверительные отношения, да, сформировалось это базовое доверие к миру, то из любви к маме ребенок будет делать то, что она хочет и когда она хочет. Но если отношения как-то не заладились в этом периоде, то как раз-таки акты мочеиспускания и дефекации станут способом прояснения отношений с мамой. И тогда я тебе устрою. То есть я сделаю это тогда, когда мне надо, а главное, куда мне надо. Главными словами ребенка этого возраста являются не хочу, не буду, я сам. Потому что в этом возрасте пришло время становиться личностью. А кто такие личности, которые знают точно, чего они хотят и принимают, да, то есть сами решения. Ну, представьте, ребенку полтора года. И до этого все время мама хотела. И мама эту структуру, да, то есть вот организовывала. Поэтому своих желаний у ребенка очень-очень мало. А время пришло становиться личностью. И тогда что надо сделать? Надо взять чужие желания и перевернуть их наоборот. И тогда это же я решил. Оденешь колготки? Не одену колготки. Будешь кушать кашу? Не буду кушать кашу. Пойдем в детский сад? Не пойду. Я личность. Люди, которые остались эмоционально на анальной стадии развития, у них первое слово всегда нет. Ну, потому что как-то же надо проявлять себя как личность, да. И что бы вы ни предложили, сразу будет нет. Потому что только за счет этого я и ощущаю себя личностью. Что я, да, не иду на поводу у ваших желаний. И вот у ребенка появляется вот эта вот впервые возможность регулировать свой дискомфорт. И это становится необыкновенным кайфом для ребенка экспериментировать вот с этим вот процессом удержания. И красной линией этой фазы является необходимость удерживать дискомфорт до предела, чтобы разрядиться и кайфануть. И кайф получается именно от того, что успел. Но вероятность облажаться и сделать все это в штаны есть всегда. И поэтому вот ребенок находится вот в постоянном вот этом вот эксперименте с собственным телом, да, с этой вот возможностью удержания. И для людей анального склада вот эта вот необходимость дотянуть дискомфорт до предела является базовой. Никакой психотерапией, но если только когда-то очень-очень длительной, когда вот происходит этот рост, это не искоренить. Потому что это кайф необыкновенный. Представьте себе ситуацию, что уходя с работы, вы не идете в туалет, потом стоите в пробках. И когда подходите к дому уже, глаза потихонечку вылазят из орбит. И вот как вы на одной ноге вставляете ключ за мощную скважину, да, не снимая обувь, прорываете в туалет. Ну, согласитесь, все же знают это ощущение. Ни с чем не сравнимое. Порой лучше оргазма. Сел. Успел. И лишить анального человека этого удовольствия совершенно невозможно. Потому что оно настолько острое. И оно проявляется, конечно же, не только в акте мучеиспускания и дефекации. Оно накладывается абсолютно на всю его жизнь. В одиннадцатом классе, зная, что через месяц экзамена распределить количество билетов на количество дней, спокойненько за день выучить два билета. Это же неинтересно. Ну, получил пять. Ну, кайфа никакого. А вот когда весь месяц гуляешь, развлекаешься, потом в последнюю ночь, да, уровень кайфа. Ни с чем не сравнимый. И вот так живет анальный человек. Он все дотягивает до самого последнего момента, чтобы получить вот это вот совершенно необыкновенное удовольствие. Следующий момент, с помощью которого ребенок пытается, да, то есть показать всем, что он личность, что вы знаете там о великих личностях, которые жили там несколько столетий до вас. По каким их проявлениям, да, то есть вы о них знаете. Картины, скульптуры, да, произведения художественные, музыкальные. То есть эти люди оставили след после себя. Вот задача ребенка этого возраста – везде оставлять следы. Пришли с работы, увидели на полу грязные следы, портфель валяющийся, да, и фантики разбросанные по квартире. Понимаете, ребенок есть. Вот эта постоянная потребность доказать всему миру – я есть. Вот в этом возрасте удовлетворяется вот эта вот потребность вот в этом самоосознании и демонстрации всему миру, что я есть. И тогда главной потребностью ребенка, с помощью которой он, да, то есть это показывает, что я есть, является пачкать и пачкаться, наследить. Приезжайте в Грецию, на колонии написано «здесь был Вася», да, то есть, ну, как бы вы узнали, что вообще Вася в природе существует, и если бы он след не оставил. То есть таким людям очень важно, ну, если не можешь произведения художественные написать, ну, хотя бы на колонии написать, что Вася здесь был, да, всем ясно и понятно, Вася есть. И вот ребенок пачкается и пачкает. И первое, с помощью чего он начинает, да, то есть пачкаться и пачкать, являются его собственные испражнения. Потому что то, что из него вылезло, у него не вызывает абсолютно никаких негативных эмоций. То есть эта какашечка, эта часть его, она настолько ценная и любимая. И он, как дар, несет эту какашку маме. И что слышит? Фу! А в этом возрасте есть еще одна особенность. Вот если мы говорили, да, что в раннем возрасте сначала ребенок – это весь мир, потом он находится в симбиотическом яйце там с мамой, да, потом он начинает вылупляться, и вот он доходит до этого возраста, но в этом возрасте, да, то есть если мы говорили, у оральных у них нет границ, да, то есть вот они и живут вот в этом вот ощущении, то здесь начинают появляться границы, но они еще очень широкие. То есть в этом возрасте я – это я, плюс все то, что для меня эмоционально значимо. И, конечно же, эта какашка для меня очень эмоционально значима. И это и есть я, это мое продолжение. И когда мне говорят фу, да, то есть воняет и какая гадость, да, я слышу, что это мне сказали, что я вонючка какая-то. И здесь очень важно быть очень-очень аккуратным, да, с обращением с тем, что из себя выдал ребенок. Задача – мама сказать, боже мой, какая красивая какашечка, да, пойдем мы сейчас с тобой вместе, спустим ее в туалет, и поплывет она в далекое плавание, да, и будет рассказывать истории, как она там будет путешествовать. Потому что негативное отношение ребенок припишет только себе. Почему, да, то есть важно об этом знать, что я – это я, плюс все то, что для меня эмоционально значимо, потому что анальный человек и живет вот в этом ощущении, что на мои границы все время нападают. Ну, потому что я – это не просто я, а все то, что для меня эмоционально значимо. Я живу в постоянной агрессии. У меня все время ощущение, что мне все время делают какие-то гадости. Потому что я – это я, плюс все мои вещи, все мои идеи, все мои действия – это и есть я. И если кто-то говорит, что ему не нравится какое-то мое действие или какая-то моя идея, я это воспринимаю, что мне сказали, что это ты ужасный, неправильный. И поэтому здесь очень важно уйти от любых оценочных определений ребенка. Ну, соответственно, когда вы общаетесь с взрослым анальным человеком, здесь очень важно подбирать слова и все время показывать человеку, что вы так относитесь к его идее, к его действию, но не к нему самому, потому что сам он это отделить не способен. И вот когда у ребенка появляется вот эта вот потребность пачкать и пачкаться, оставляя следы, конечно же, в этом возрасте надо забыть о красивом евроремонте, красиво расставленных вещах в квартире. То есть этот возраст надо пережить. Не так долго он длится, с полутора до трех лет. Если вы дадите ребенку в это наиграться и понять, что я есть, то к трем годам эта потребность доказывать, что я есть, отпадает и не переходит уже во взрослую жизнь. И поэтому здесь, в этом возрасте, в жизнь ребенка должны прийти что? Краски, пластилин, глина, пальчиковые краски, то есть застилать часть квартиры какой-то клеенкой, то есть там, где стоит столик и стульчик ребенка, чтобы он мог вывозиться в этой краске, то есть заляпать все кругом, приклеивать на стены, то есть ватманские листы, если вы не хотите, чтобы обои были расписаны. Но если распишет обои, значит, в три года переклейте обои. Но ребенку очень важно самовыразиться и оставить эти следы, и почувствовать, что я есть. И сейчас огромное количество детских студий, то есть вы не хотите, чтобы ребенок это делал в квартире, то есть его можно отвезти, и там ему позволят делать все, что угодно. То же самое ребенок вытворяет с едой. Это какой кайф, да, эту кашу размазать по волосам, по всему, еще вот так вот постучать. И посмотрите на выражение лица ребенка в этот момент, да, то есть это какой необыкновенный кайф. Это вот ощущение, я есть, я есть, смотрите, я есть. Это необыкновенное ощущение вот этой вот своей. естьности, да, то есть вот этой своей значимости. Поэтому позвольте ребенку это делать. И из-за вот этой вот необходимости пачкать и пачкаться формируется потребность оставлять все время бардак. Это же тоже, да, я оставляю следы, я показываю, что я есть. И вот здесь получается, что если родители плохо относятся к этому, и им очень важно сформировать в ребенке аккуратность, то вот это вот желание, это качество, да, вот оставлять следы, оно переворачивается в противоположное, но с сохранением психологического смысла. И в этом возрасте формируются как раз первые психологические защиты, да, и вот эта вот защита переворачивает неаккуратность во что. И тогда уже я не с помощью разбросанных вещей, а с помощью того, что в моей квартире все лежит, вымерено по линейке, на своих местах, и не приведи господи, вы придете и переставите эту статуэтку на другое место. Мало вам не покажется, потому что дело здесь не в вазочке и не в статуэтке. Я с помощью этого показал, что я есть, и поставил. Вы пришли, сдвинули и сказали, что меня нет. Конечно же, я буду воевать за это. И очень часто семейные скандалы превращаются вот в эту вот войну за доказательство друг другу, что я есть. Когда я тапочки ставлю параллельно порогу, а прихожу, они стоят перпендикулярно, и начинается семейный скандал. И дело совсем не в тапочках, а в том, что каждый с помощью этих действий начинает говорить другому, я есть, признает, что я есть. А другой тапочки отшвырнула, говорит, нет тебя, я есть, и тапочки будут здесь стоять. Конечно же, очень важно разбираться, да, то есть, ну вот с первопричиной и с этими истоками происходящего, уча людей разговаривать друг с другом и разводить эти вещи, эти действия, да, с этим ощущением того, что я есть. И Зигмунд Фрейд выделил классическую анальную триаду признаков, да, с помощью которого мы можем определить, что, во-первых, ребенок вошел в этот период, и, да, увидеть это во взрослом человеке и понять, да, что он застрял в этом возрасте. И это жадность, упрямство и неаккуратность. И если в полтора года у ребенка появляются эти качества, значит, ребенок вышел на следующую стадию развития, на анальную. То есть он эмоционально вырос, вышел из орального периода в анальный период. И как обходиться, да, то есть с этими качествами? Жадность, упрямство и неаккуратность, да? Жадность. Если я, это я, плюс все то, что для меня эмоционально значимо, значит, мои игрушки, это что? Это тоже я. И вот я, такой весь большой, выхожу в песочницу со своей лопаточкой, со своим ведерочком, и огромное количество каких-то странных людей начинают нападать на меня и отбирать у меня части меня. И вот Вася взял лопаточку, Петя взял ведерочка, и, конечно же, ребенок в крик, да, он начинает защищать свои части. Он за помощью бежит к кому? К единственному, дорогому и самому значимому для него объекту, да, на помощь которого он рассчитывает. А мама говорит, ну нельзя быть таким жадным мальчиком, ну дай поиграть Васечке и Петечке своими лопаточками и ведерочками. Вы знаете, какой шок испытывает ребенок от того, что его любимая мама, человек, которому он бесконечно доверяет, говорит ему, оторви свою ногу, оторви свою руку и отдай каким-то непонятным детям. Поэтому, если уж ребенок вошел в этот возраст, это здорово, это он взрослеет, и поэтому ребенка надо учить договариваться. Вообще, самая главная задача мамы какая? Всегда стоять на стороне ребенка своего. Но так как мы все искалечены советским и постсоветским воспитанием, наша главная задача быть хорошей в глазах других мам. Потому что если я скажу своему ребенку не отдавай свою лопаточку, что остальные мамы в песочнице скажут? Чему она учит своего ребенка? Как он будет в социуме жить? Вот мы хорошие мамы, вы воспитываем в своих детях необходимость делиться с миром. Но любая мама может убедить ребенка в том, что надо раздать всего себя. Представляете, какую боль он внутри испытывает. А потом так и живем. Ну, соглашаемся с чужим мнением, да? То есть, лишь бы быть хорошим в глазах социума, да? Лишь бы соответствовать каким-то правилам. Потому что для нас быть хорошим в глазах других людей важнее, чем быть хорошим для себя самого. И слышать всегда, от чего хочу я. И разрешить себе это свое собственное хочу. Вне зависимости от того, что при этом скажут другие люди. И маме должно быть абсолютно все равно, что другие мамы скажут про нее в песочнице. Ей важно, чтобы ее ребенку было хорошо. И здесь, конечно, да, то есть, если это твои вещи, то ты имеешь полное право их никому не отдавать. Но есть в песочнице ситуации, да, то есть, ну, когда там есть чужие вещи, либо когда ребенок идет в детский сад, есть ситуации, когда это общие игрушки в детском саду. И здесь очень важно учить ребенку договариваться, да. То есть, когда ребенок бежит с этим криком к маме, что у него забрали его лопаточку, первое, что надо сделать, принять психическую реальность ребенка. Сказать, слушай, ну да, это очень обидно, когда твои вещи забирают. И ты можешь никому не отдавать. Но ты знаешь, можно еще попросить поменяться. Да, то есть, ты даешь Ваше свою лопаточку, а Вася тебе на время дает свою пасочку. И если вещи общие в детском саду или там на площадке, там общие качели, конечно, каждый ребенок считает, что это его качели, и никто другой не имеет права на них кататься. Да, и здесь важно объяснять ребенку, что есть вещи общие, да. И тогда мы будем сейчас договариваться, кто катается первым, кто катается вторым. То есть вот задача мамы – обучить ребенку этим социальным навыкам, нисколько не умаляя его желания и его права на свои собственные вещи. Следующее качество – неаккуратность. Да, то есть мы уже об этом поговорили. Это потребность пачкать и пачкаться, оставляя следы. И, конечно же, любым родителям, да, то есть с полутора лет хочется приучать ребенка к нормальным нормам гигиены, да, к нормальному обращению, да, то есть с каким-то порядком. Если очень жестко ребенку насаждаются, да, то есть вот эти требования о порядке, тогда, потом во взрослом возрасте возникает такая система генеральных уборок, которая является всегда показателем застревания именно на анальной стадии развития. Потому что любая психологическая потребность всегда гораздо сильнее любых социальных норм и правил. И если моя потребность – пачкать и пачкаться, оставлять следы, и я в своей квартире постоянно навожу бардак, этим самым демонстрируя, что я есть, а мне это делать запрещали, тогда я удовлетворяю свою потребность, навожу бардак. Но в голове у меня сидит то, что в доме должен быть порядок. И тогда я мобилизуюсь, и два выходных дня посвящаю тому, что я делаю генеральную уборку. И все в моей квартире разложено по местам, стопочками, все выстроено по линеечке. Но через два дня в моей квартире точно такой же бардак. Потому что психологическая потребность оставить следы, чтобы понять, что я есть. Оральные люди тоже очень любят жить в бардаке. Просто оральный бардак и анальный бардак радикально отличаются друг от друга. Если вы придете и наведете порядок в комнате у подростка, который регрессирует на оральную стадию развития, он этого даже не заметит. Потому что мы же говорили, что у орального человека ему абсолютно все равно, где эти вещи лежат. И тогда, если, допустим, ваш супруг орального склада, ему абсолютно бесполезно говорить, что носки грязные, надо убирать в корзину для грязного белья. Ему это непонятно, потому что какая разница? Если я – это весь мир и все предметы части этого мира, то какая разница, где лежат эти носки на журнальном столике или в корзине для грязного белья? Он просто не видит этой разницы. И по большому счету убрать носки занимает ровно две секунды. Ну, как много скандалов на этой почве. Он меня не любит, он меня не уважает, я, значит, вот целыми днями навожу порядок, а эти носки постоянно лежат на этом месте. Он этого не видит. Очень важно знать, да, структуру психики человека и понимать, что он это делает не во вред вам, не желая причинить вам боль, а потому что он просто по-другому не может. Для него это не играет никакой роли, не имеет никакой ценности. И понимая это, не так сложно взять и бросить носки в корзину, если для вас это важно. Ну, если два оральных, так им все равно. А вот, если это анальный бардак, то есть бардак, как способ доказать, что я есть, то попробуйте у анального ребенка навести порядок в комнате. Мало вам не покажется. Потому что в этом бардаке он ориентируется, как с навигатором, потому что он точно знает, как в этой жуткой куче, лежащей у него на столе, состоящей из огрызков яблок, косточек, смятых бумажек и носков, он точно знает, где в этой куче лежит нужная ему бумажка, на которой написана нужная ему информация. Потому что там психологический смысл бардака совсем другой. И если вы наводите там порядок, то есть вы ему даете послание, тебя нет. То есть я пришла и навела порядок. И для него это трагедия. И поэтому с подросткового возраста, то есть в принципе, в большом счете, с любого возраста у ребенка есть право, если у него есть своя комната, наводить там удобный ему бардак или порядок. Все, что вы можете делать, говорить о том, что ты знаешь, это твоя комната, у тебя есть полное право, чтобы там было все, что вздумается. Но мы живем все в одной квартире. И когда из своей комнаты полезут тараканы, вонь будет стоять в квартире, нам всем будет это неприятно. Поэтому будь добр, да, и ты же из этой комнаты еще и выходишь в общее пространство. Поэтому, да, то есть раз в три дня вот эту дорожку, по которой ты ходишь, из своей комнаты вместо общего пользования протереть, потому что здесь живем мы, и нам важно вот так. Пожалуйста, обеспечь элементарные гигиенические требования, чтобы не заводились тараканы и червяки не ползали по столу в огрызках яблок. Но все равно, даже если вы затеете генеральную уборку, за диваном вы обязательно обнаружите все то, чем ребенок питался предыдущую неделю. ну, и сделать с этим ничего невозможно, да, то есть как только лишь договариваться о правилах общежития. Следующее качество – это упрямство. На чем основано это качество? Да, мы уже много поговорили о том, что если я, это я и все мои мысли и идеи, то когда вы мне говорите, что мой отчет на работе полная фигня, что слышит анальный человек? Ты идиот. И тогда я буду тратить огромное количество энергии, чтобы доказать, что я не идиот. Потому что очень трудно анальному человеку отделить себя от продукта своей, да, то есть жизнедеятельности, мыслительной деятельности, да, рабочего процесса. И, конечно же, да, то есть, ну, это искусство руководителя, как выстраивать отношения, говоря о том, что ты прекрасный человек, я тебя очень люблю, да, и я сейчас с тобой разговариваю не как человек с человеком, а как руководитель, да, то есть сотрудником, который выполняет определенные, да, то есть обязанности, да, у которого есть функция. То есть на работе мы друг с другом общаемся функциями. И об этом очень важно помнить. Вышел из дома, костюм функции одел, и пришел на работу функции. И общаешься исключительно из этой роли. В функции. В функции начальника, да, то есть меня может не устраивать этот отчет, но у меня к тебе лично, вообще, как к человеку, нет никаких претензий, после работы я с удовольствием пойду с тобой и выпью кофе. Ну, или пиво, кто что пьет с подчиненными. И что, когда мне не нравится отчет, я не говорю, да, что с тобой что-то не так. И вот здесь вот очень важный момент о том, что мы все живем каждый в своей реальности. Мы думаем все, что есть какая-то одна, единая, объективная реальность для всех. Но ее нет. И реальность у каждого своя. И если моя реальность это тоже я, когда на мою реальность наезжают, я буду всеми силами ее защищать. Даже если я где-то в глубине души понимаю, что я, конечно, не прав, но признать это мне очень-очень трудно. Потому что это означает сказать, что меня нет. А никому не хочется не быть. И поэтому даже подозревая, что я не прав, я буду отстаивать свою точку зрения. И поэтому главным принципом общения, неважно, сональными людьми или другого уровня, является принятие психической реальности человека. Потому что пока моя психическая реальность не принята, я буду за нее сражаться. как только она принята, мне не за что сражаться. Только в этом случае я готов услышать другого человека. И, возможно, принять его точку зрения. Когда мне нечего защищать. И об этом очень важно помнить. Это первое, чему необходимо учить менеджеров, продавцов, официантов. Потому что когда моя реальность не принимается, мне хочется встать и уйти. И я не буду есть в вашем ресторане, я не буду покупать в вашем магазине, потому что мне дорога моя реальность. И мне всегда, когда я хожу в какие-то общественные заведения, хочется подойти к руководителям и сказать о том, что, слушайте, ребят, ну проводите тренинг с персоналом. Ну потому что никому не хочется чувствовать себя идиотом. Когда ты говоришь, что, да, то есть там в этом блюде в прошлый раз было вот это, а в этот раз вот это. И тебе говорят, нет, вы неправильно вообще вот это вот все понимаете. И вот это вот так вот и так. А все. Это уже никто слушать не хочет, потому что мне сказали, что я дура. Как будто я не помню, что я ела в прошлый раз и как это выглядело. И если я даже дура, но вы хотите, чтобы я пришла в ваш ресторан еще раз, скажите мне, да, вы совершенно правы. У нас вот что-то произошло там на кухне, не было такого-то ингредиента. И когда моя психическая реальность принята, я приму вашу и услышу. Но когда вы мне рассказываете о том, что я полная идиотка, у меня нет ни малейшего желания кушать в вашем ресторане, покупать в вашем магазине, не вообще с вами общаться. Это самое главное правило, потому что нет никакой объективной реальности. и если человек видит этот цвет красным, а вы видите этот цвет зеленым, да, то это всего лишь преломление волны, да, и может быть там у кого-то сетчатка глаза так устроена, что для него преломляется другим образом. И скажут, слушай, ну, может, действительно, ты это видишь так. И смысл об этом спорить и доказывать свою реальность. Но если для меня ощущение, что я есть, возможно, только через доказательства своей реальности, то, конечно, я буду биться. В этом возрасте, когда начинает формироваться личность, у которой есть очень много своих желаний, а реализовывать свои желания очень страшно, то психика придумывает такой очень важный момент, да, то есть она расщепляет как бы один образ мамы на две части, на маму-фею и маму-бабу-ягу. Потому что, представляете, любой ребенок, да, как бы ему не надо было становиться личностью, но он по сравнению с этой большой мамой, да, несущей за него ответственность, обеспечивающей его безопасность, такой маленький и беспомощный. И представьте, что если вы долго период времени жили в состоянии зависимости, были зависимы от супруга, да, то есть там после школы вышли сразу замуж, учиться не пошли, одного ребенка родили, второго ребенка родили, да, и все время в зависимости находитесь. И вдруг решили становиться личностью, да, то есть муж говорит, там, свари, пожалуйста, борщ, не буду говорить борщ, поехали к моим родителям, не поеду к своим родителям. Да, страшно. А ребенку, мы же говорили, своих желаний нет, ему надо переворачивать другие желания и предъявлять за свои. И, представьте, вот маме, от которой я завишу, сказать, что нет, не буду. Это очень страшно для ребенка. И поэтому в голове у ребенка у него есть две мамы. Мама фея и мама баба яга. И по теории объектных отношений, да, то есть мы продолжаем вот эту вот стадию сепарации индивидуации, и мы в ней рассмотрели стадию дифференциации и стадию практика, и с полутора лет начинается стадия, которая называется воссоединение. И вот как раз-таки самая генеральная задача воспитания соединить эти два образа мамы феи и мамы бабы яги, чтобы он стал единым. И первое правило, за счет которого происходит воссоединение, это то, что никогда нельзя отвечать агрессией на агрессию. агрессии в этом возрасте огромное количество, потому что если я это я плюс то, что для меня эмоционально значимо, на меня все время нападают, и я все время злюсь. Это максимально агрессивный возраст. И задача мамы, которая всегда дура, и я не буду делать то, что ты говоришь, и я не буду есть эту кашу, и не буду одевать эти колготки, не ответить в этот момент агрессией. Ну, а агрессия может быть не только физически выражена, то есть игнорирование, разрыв контакта, это та же самая агрессия для ребенка. Как же действовать в ситуациях, когда ребенок не хочет делать то, что вы его просите, либо просто он, когда вы берете его вещи, или вы не делаете то, что хочет он, вы в этот момент становитесь для него бабой-егой, а бабки-ежки они для того и нужны, чтобы делать им всякие гадости, и ребенок этого возраста совершенно спокойно может ударить, укусить, ущипнуть, если он уже говорит в этом возрасте, сказать, ты дура, это совершенная норма поведения ребенка этого возраста. И, конечно же, нельзя попустительствовать этому, потому что все равно вы должны ребенка в каких-то рамках все равно ограничивать. Только важно, как это делать. Вы ему не подтверждаете, что вы дура и вы баба-ега, но вы и не отрицаете его реальность. И тогда как выстраивается диалог с ребенком, что когда тебе плохо, я в твоих глазах выгляжу злой, противной, глупой, да, то есть, что в этот момент он вам предъявляет. То есть, вы не говорите ему, да, что нет, я не такая, но вы не говорите, что да, я такая. То есть, вы не попустительствуете. и если он просит вас что-то делать, а вы этого не делаете, вы ему говорите, я понимаю, что тебе сейчас очень хочется, ну, чтобы там съесть конфету перед обедом, да, но я тебя люблю, и я не могу себе позволить, чтобы ты причинял вред своему здоровью. то есть, что вы делаете? Вы говорите, во-первых, вы принимаете его состояние. Этим самым, что вы еще показываете? Что злость абсолютно легальна. нормальное человеческое чувство, как и все остальные. Что злиться, это нормально. Вы говорите, да, я понимаю, что ты сейчас на меня злишься. Да, этим самым вы показали, что злость это нормально. И когда я не разрешаю тебе делать то-то, то-то, я в твоих глазах выгляжу такой-то, 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 в зависимости от ситуации. Но делать мы этого не будем. То есть, вы границу поставили, но с принятием моего психической реальности и с демонстрацией того, что мир каким был, таким и остался. За счет чего? За счет сохранности отношений. Потому что в этом возрасте происходит очень важный процесс, который, да, вот и описывается, теория объектных отношений. Ребенок должен обрести объектное постоянство. Что такое объектное постоянство? Так у него разделена мама на два объекта, фея и баба-яги, она должна сойтись в один объект. Почему это так важно? Потому что когда я в расщепленном состоянии, когда мне плохо, весь мир автоматически становится плохим. И все люди как части этого мира, и троллейбусы, идущие, да, то есть не с нужным мне интервалом, все плохое. и когда для меня мир стал плохим, я не могу просить о помощи у этого мира, потому что он плохой и враждебный. И тогда люди с недостигнутым объектным постоянством лишаются огромного количества возможностей. Потому что в тот миг, когда они расщепились, мир исчез, и я не пользуюсь теми благами, которые этого мира есть. Вот теория объектных отношений на этом заканчивается. Теория объектных отношений описывает развитие психики от рождения до трех лет. Потому что по теории объектных отношений считается, если к трем годам объектное постоянство сформировано, ребенку уже ничего не страшно, все, это уже готовая сформировавшаяся личность, которая живет с ощущением плохо ли мне, хорошо ли мне, мир, каким был, таким остался. Я понимаю, что это мне внутри плохо, а мир, он такой, каким был, таким и есть, и остается. И я тогда иду в этот мир и решаю какие-то свои вопросы. Но если нет, я запираюсь у себя в комнате, сижу надутой и не беру даже то, что дают. И вот с помощью каких способов, да, то есть в семье мы формируем это объектное постоянство. Первое. Не при каких условиях не отвечаем агрессии на агрессию. Второе. Ребенку важно понять, что он личность. И тогда мы даем ребенку выбор. В любых ситуациях. Мы же говорим о том, что у ребенка очень мало собственных желаний, поэтому он любое ваше желание будет переворачивать наоборот, потому что ему надо становиться личностью. И поэтому будешь есть, не буду есть. Ну, баба-егаш меня просит есть, если это то, что я не хочу в этот момент. Вы же становитесь бабой-егой, а бабки-ежки кормят детей для того, чтобы их откормить, а потом в печке запечь и съесть. Конечно, сейчас я пойду есть, да. все, понимаете, он через минуту у него восстановилось, да, это состояние, он придет сам и поест. Либо вы даете выбор, чтобы у него было все время ощущение, это я решил. Да, и тогда ты оденешь красные колготки или зеленые, потому что на предложение одеть колготки будет нет сразу. Потому что я решил не одевать колготки, я личность. А вы даете выбор, красные или зеленые. я выбрал зеленые, я личность, я сам решаю, в каких колготках ходить. Если вам надо накормить ребенка, вы не говорите, пойдем кушать. Вы спрашиваете, ты будешь есть кашу, да, то есть гречневую или овсянную. И опять он решил, он личность, он все решения в своей жизни принимает. То есть не отвечать агрессии на агрессию и давать выбор. и следующий момент. В этом возрасте начинаются так называемые разведения. С этого возраста мы начинаем отделять любовь от всех остальных проявлений. И в этом возрасте происходит первое разведение. Разведение любви и одобрение. И тогда задача мамы и потом во взрослой жизни, да, то есть в любом вашем общении показать человеку, что даже когда я злюсь, даже когда мне не нравится то, что ты делаешь, даже когда я не принимаю твое решение, я тебя продолжаю любить. а выражение любви для ребенка в этом возрасте в сохранности отношений. Вы не говорите ребенку по методике американской, да, то есть изоляции. Ты сидишь на этом стуле сейчас один и думаешь о своем поведении. Потому что пока объектное постоянство не случилось, мне глубоко наплевать, что это баба-яга ушла в другую комнату. Ну и пусть катится. Эти методы применимы только тогда, когда объектное постоянство случилось, когда у меня есть одна единственная мама, которую мне страшно потерять. Контакт с которой для меня очень важен. но чтобы мне было страшно что-то потерять, я сначала должен обрести ценность этого. А если ценности нет, ну и пусть уходит. Какая мне разница? Да, через пять минут он восстановится, и вы станете феей, он прибежит и будет вас целовать. И очень многие родители говорят, что у меня такой ребенок лицемерный. Он только что вообще меня укусил, ударил своим грузовичком по голове, сказал, что я дура, и через пять минут пришел, целует меня, обнимает и говорит, что он меня очень любит. Это какой хитрый, лицемерный ребенок. Когда ему что-то надо, он сразу приходит и говорит, что меня очень любит. А он не лицемерный, он живет в этом мире, и он на сто процентов уверен, что мамы две. И бил по голове грузовиком и говорил, что дура, а он бабе еге, но у него есть фея мама, которая его любит при любых обстоятельствах, и он ее пришел целовать. И у него все с этим нормально. И вот очень важно, чтобы это объединение произошло. И очень важно, чтобы этой тактике придерживались оба родителя, или мама и бабушка, все объекты, участвующие в воспитании ребенка. Потому что очень часто происходит, что в доме есть, допустим, там любящая, заботящаяся мама, которая говорит, папа придет с работы и покажет тебе кузькину мать, и папа, который наказывает, ставит ограничения. и тогда этому процессу объединения не произойти, потому что на фею и на бабу-ягу разделились два реально разных объекта. А важно, чтобы один и тот же объект и любил безусловно, и ставил запреты и ограничения. и в этих запретах продолжал любить. Только тогда это объединение может произойти, потому что если это у меня на два человека распределено, этого объединения не произойдет, и я так и пойду вот этим расщепленным во взрослую жизнь. Человека с недостигнутым объектным постоянством мы можем в социуме увидеть только в ситуации конфликта. То есть когда все хорошо, ну, я обычный человек, я строю отношения, но в ситуации конфликта, когда мне сделали плохо, когда не удовлетворяют мои желания, или когда меня заставляют делать то, что я не хочу, я в этот момент расщепляюсь, и тогда вы увидите вот эту вот мою часть, и вы увидите, как вы в этот же миг стали для меня врагом номер один. потому что пока идет нормальное взаимодействие, вы никогда не определите этого человека, а в конфликте это всегда видно. И вот это очень сложная задача, когда тебя обзывают дурой, бьют, потому что огромное количество мамжи тоже с несформированным объектным постоянством, и когда мне несколько раз в день сказали, что я дура, и ударили меня по голове, я в какой-то момент тоже расщепляюсь, и тогда весь мир для меня плохой, и ребенок как часть этого мира тоже плохой, и тогда я отвечаю агрессией на агрессию, и тогда процесс, вот этот самый главный, самый важный процесс в нашей психике не происходит. Это трудно, потому что ребенку очень выгодно, чтобы баба-яга оставалась. Очень выгодно, потому что когда есть баба-яга, мне есть на кого сливать агрессию, обзывать, не слушаться, потому что у меня есть мама-фея, она меня всегда пожалеет, и мне рядом с ней всегда хорошо. И тогда, когда вы начинаете этот процесс, ребенок начинает устраивать проверки. потому что ему правда очень невыгодно. И лучше, чтобы вы начинали этот процесс, когда ребенок маленький. Потому что я начинала этот процесс, когда ребенок был в доросковом возрасте. И в меня летели стулья, крушилась вся квартира. Лучше пусть в вас летят машинки и резиновые мишки. Это была лекция «Откуда берутся взрослые психоаналитика Алены Ореховой», которую она выпускает вместе с BITREX24. Подписывайтесь на наш канал, задавайте ваши вопросы в комментариях и до встречи на следующей лекции. «Откуда»